11 червяня стартует основный этап уступной кампании – централизованное тестирование. За его ходом будет сочетать комитет державных контролей. Для этого на его базе створена областная комиссия. Тут же будет действовать горячая линия. Об особенностях контроля за проведением тестирования – сюжет Марины Джалой. Не забыть захопить себе на тестирование, треба только ручку, веды и добрый настрой. Гаджеты и шпаргалки лучше покинуть дома. Чтобы за этих помощников не покинуть потом аудиторию и не поставить крыш на будущем поступлении. На счастье, в последние годы выпадки, когда абитуриенты игноруют правила удела тестирования, одинаковые. Организационно-методическая и разъяснительная работа комиссии по контролю, а также отработанная система контроля за проведением централизованного тестирования, позволяет проводить централизованное тестирование без нарушений, которые могли повлиять на результаты данного тестирования и соблюдением равных возможностей для всех абитуриентов. При этом со стороны абитуриентов при проведении централизованного тестирования допускаются единичные факты нарушений. Основными из них являются проносы использования в аудитории запрещенных предметов, таких как мобильные телефоны и шпаргалки. В 2018 году, по данным фактам, было отстранено от тестирования 4 абитуриента. В 2017 году – один абитуриент. Абитуриентам и оправа зарегистроваться для удела у централизованного тестирования не больше, чем по четырех в учебных предметах. Пришимселита в системе выставления баллов за тесты отбылися значные смены. Из новшеств нужно выделить новую систему оценивания. То есть баллы будут выставляться по-новому, и эта система более прозрачная. То есть абитуриент, в общем-то, зная, на какие задания он ответил, может сам по таблице, по первичным баллам определить свой тестовый балл. Эти таблицы уже будут размещены до выдачи сертификатов на сайте Республиканского института контроля знаний. Централизованное тестирование будет проводиться с 11 червя по 1 липень по 11 предметах. Абитуриенты, которые по важливых причинах не смогут удельничать у тестирования в основные дни, пройдуть его в резервовые. Это можно будет сделать в БДУ 6, 8 и 10 липень. Регистрация на резервовые дни отбудется с 30 червя по 2 липень в Университете имя Сухого. Марина Джала, Игорь Маришенко, телерадио «Компания Гомель».